В эфире программа «То, что доктор прописал». Меня зовут Наталья Башаримова. Здравствуйте! Сегодня в программе будем говорить о бронхиальной астме, насколько это серьезное заболевание, лечение этого заболевания, ну и, конечно, профилактика. Я вас знакомлю с гостем программы Ольга Михайловна Бородовская, заведующая пульмонологическим отделением Могилевской областной детской больницы. Ольга Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас приветствовать в программе «То, что доктор прописал». И сегодня очень серьезная, очень актуальная, всегда тема – это астма. Ну и мы, конечно, будем рассматривать это заболевание детским, да? Да, да. У детишек. Да. Насколько серьезная вообще эта проблема? Насколько она актуальна и насколько серьезна? Проблема, конечно, очень серьезна. Мы о ней говорим уже не в первый раз. Астма относится к числу наиболее распространенных неинфекционных заболеваний. Для астмы характерно воспаление аллергического характера. Воспаление носит хронический характер, поражается легкая бронхи и развивается бронхоабструктивный синдром, который носит обратимый характер на фоне лечения либо самостоятельно. Распространенность бронхиальной астмы по статистике Всемирной организации здравоохранения в настоящее время составляет около 300 миллионов случаев. Большая цифра, да? Да, цифра очень большая. Цифра очень большая. Это мировая статистика. И астма относится к категории наиболее распространенных хронических болезней среди детей. Составляет порядка 10-15% у детишек и от 5 до 10% у взрослого населения. То есть у детей процент больше заболеваемости этим астмой. Ольга Михайловна слушала вас очень внимательно. И когда вы говорили о серьезности и актуальности проблемы, там прозвучала и аллергия, там прозвучали и бронхи, и легкие, и хроническое заболевание. То есть это действительно прям такой серьезность, то, что она захватывает астму. Да, да, да. Поражается респираторный тракт, развивается бронхоабструктивный синдром. Поэтому клинические проявления при данном заболевании имеют свои особенности. Заболевание носит хронический характер. Это хроническое аллергическое воспаление, которое в настоящее время хорошо лечится. Есть огромный арсенал препаратов. И самое главное – это контроль над сечением заболевания. И вот, видимо, когда вот этот контроль проходит правильно, грамотно, вот тот процент, 5-10-15 детишки и 5-10 взрослые. И, видимо, вот когда вот этот контроль над этим заболеванием грамотный, вместе с доктором, да, с выполнением всех рекомендаций, вот отсюда вот этот процент, получается, снижается. Да. Ольга Михайловна, если мы будем говорить об астме, давайте я вначале все-таки хотела бы, чтобы вы, всем, кто нас слушает сейчас, сказали вообще о симптомах, которые покажут, что что-то вот не в порядке с дыхательной системой. Ну, это кашель, да? Вот первое, что приходит, это кашель. Это, да, это кашель для астмы, он тоже характерен, свистящее дыхание, эпизоды диспною, то есть нарушение дыхания, чувство стеснения в груди. Это то, что касается вообще дыхательной системы, или это уже мы чётко астму? Ну, это мы уже обозначили астму, но вначале у ребёнка будут такие эпизоды, и это будет расцениваться участковым врачом как приступы бронхоабструкции. И если вот такие эпизоды повторяются у ребёнка три и более раз в течение года, такие дети в обязательном порядке подлежат обследованию на предмет бронхиальной астмы. Особенно если чётко указывается, что ребёнок побыл там в сыром запыленном помещении, проконтактировал с животным, да, на фоне вдыхания каких-то аэрозолей, лаки, краски, либо дезодоранты. Да, пассивное курение, контакт с кормом для рыбок и приступ удушья, а также приступ удушья на фоне вирусных инфекций, которые вот три более раза в году. Конечно, эпизоды повторения бронхоабструкции в определённый период года, там, ну, к примеру, хуже становится во время цветения деревьев. Да, да, да. В любом случае такой ребёнок подлежит консультации, обследованию и уточнению диагноза. Ольга Михайловна, я помню очень хорошо, когда мы рассматривали ОРЗ, ОРВИ, простудные заболевания, вы говорили, что, ну, три раза в год для простудных, это, в принципе, для детишек норма. А здесь мы говорим, что если три, и вот все сопутствующие, вот если, да, список, то на это нужно обязательно… Да, да. Это не просто ОРИ, да, когда у нас сопли, повышение температуры, и больше нет никаких проявлений, кроме катаральных проявлений со стороны верхних дыхательных путей, а именно стоит вопрос о наличии бронхоабструкции, то есть затруднённого дыхания. Вы знаете, вот сейчас, думаю, вот мамы молодые и бабушки, да, которые помогают в воспитании детишек, обязательно должны обратить внимание сами на то, когда, действительно, в какой период вот этот кашель, да, в какой период, или ремонт в квартире, да. Конечно. То есть это очень важно, а не просто лечить, самостоятельно сходить к доктору на приём, самим записать, вот просто записать. Очень полезная рекомендация. Мы рекомендуем всем детям, даже впервые попавшим в стационар с бронхоабструкцией, в дальнейшем обязательно фиксировать все приступы. И если мама чётко видит, что это уже не первый и не второй приступ, то, конечно, уточнение диагноза в этом случае обязательно. Очень полезная рекомендация, Ольга Михайловна, очень полезная. Дальше я бы хотела поговорить о наследственности, потому что… Без неё никуда. Без неё, наверное, никуда, а при этом заболевание… Она играет в большую очень роль наследственность при развитии любого аллергического заболевания, в том числе и бронхиальной астмы. Если в семье болен один из родителей, то реализация аллергического заболевания составляет от 20 до 40%. Если больны оба родителя, то от 40 до 80%. А если болен брат или сестра, то реализация аллергического заболевания у второго ребёнка составляет 20-35%. И что это такое в общем? Это предрасположенность иммунной системы к гиперпродукции иммуноглобулина Е специфического, который будет отвечать за данное аллергическое воспаление. И если слизистые дыхательных путей, слизистая желудочно-кишечного тракта цела в полном порядке, то проникновение этого аллергена затруднено. И поэтому клинические проявления будут невыражены. Но если есть какие-то поломки, вот тот же часто болеющий ребёнок с насморком, да, либо патология желудочно-кишечного тракта в детском возрасте, конечно, аллергены проникают очень быстро, и клинические проявления развиваются в раннем возрасте. А всего у нас существует где-то около 50 генов, которые ответственны за развитие аллергического воспаления. Ольга Михайловна, а если ребёночек маленький, вот ребёночку готик, да, мама сейчас, послушав ваши рекомендации, я говорю, я бы вот советовала просто под запись, послушав ваши рекомендации, записав, какой период там, что происходило, опять же, в семье есть ли больные. Все это записала. Но вот ребёнку годик поставят такой диагноз, не поставят, как его наблюдают, как его лечат, как его ведут, чтобы не случилось такого. Потому что три раза в год многовато. 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 Хотя, вы знаете, ребёнок до года, который контактирует только с мамой, нигде, по большому счёту, не должен находиться. Но и болеть-то он, по большому счёту, не должен, получив хорошие иммунные защитные силы от мамы, находясь там на грудном скарбливании. Ну вот такого образцово-показательного восьмого ребёнка, да. Но если есть в семье предрасположенность, если есть бронхоабструкции у данного ребёнка, конечно, консультация необходима. В данном возрасте мы исключаем огромное количество патологий бронхолёгочной системы, в том числе и бронхиальную астму. Есть свои особенности. Ребёнок маленький не может выполнить дыхательные тесты. Да, тоже спирографию. И до пяти лет дети не могут её выполнить в силу технических особенностей. Но тогда уточняется анамнез, уточняются клинические проявления, уточняется, есть ли эффект от бронхолитиков короткого действия. Все мамы, у которых есть такие дети, знают, что и как проводится в случае бронхоабструкции. Характерные клинические симптомы. И, конечно, такой диагноз правомочий даже у ребёнка чуть больше годика. Ольга Михайловна, мы сейчас рассмотрели такой вот идеальный вариант, идеальный вариант. А есть ещё такое мнение, и я его читала, я его слышала. Если малыш в детстве страдает от диатеза, сейчас-то по-другому немножечко вы называете. Да, атопический дерматит. Атопический дерматит. То здесь, ну, я не знаю, 99% что у ребёночка разовьётся бронхиальная астма. Да, бронхиальная астма. Прямо такие цифры. Да, такой уж процент большой мы не будем давать, конечно. Но существует в современной аллергологии такое понятие, как аллергический марш, который проходит три этапа. Первый этап – это вот наличие предрасположенности генетической гиперпродукции, иммуноглобулина Е, то есть атопии как таковой. Второй этап – это сенсибилизация к пищевым аллергенам в более раннем возрасте, развитие атопического дерматита. Это и следующий этап данного марша – расширение сенсибилизации, возникновение респираторной сенсибилизации и появление поражения дыхательных путей, развитие аллергического ренита и развитие бронхиальной астмы. Но это не значит, что каждый ребёнок должен пройти. Да, да, да. Иногда мы видим детей, у которых атопический дерматит так и остался в раннем детском возрасте, не перейдя в более серьёзные заболевания. Но есть разные категории детей. Ну, 99% – это уже такая информация совершенно неверная. Мы обязательно продолжим, Ольга Михайловна. Сейчас мы посмотрим сюжет, снятый по нашей сегодняшней теме. Ну, а затем продолжим беседу. Смотрим. Если у вас дома живёт кошка или собака, вы богатый человек. У вас есть друг, радио, антидепрессант, грелка и пылесборник в одной, с позволения сказать, морде. Другое дело, если иммунная система на контакт с шерстью или другими выделениями животного отвечает в виде аллергической реакции. Причём неаллергенных животных не существует, развенчивают миф врачи. Реакция может возникнуть, даже если дома вы держите донского сфинкса или китайскую хохлатую собачку. Аллергия может быть не только на шерсть животного. То есть, если животное без шерсти, если котик без шерсти, то у него всё равно может идти слущивание эпидермиса. Всё равно аллергическая реакция развивается не только на шерсть, но и на слюну животного. На мочу, на эксперименты, на выделение сальных желез. То есть, даже если нет шерстинки нигде в комнате, аллергия всё равно может присутствовать. Размеры животного. Иногда ребёнок просит, что ну хоть маленькое животное, ну хоть морскую свинку, ну хоть маленького кролика. Опять-таки, развитие аллергического ответа не будет зависеть от размера животного. Если аллергия есть, значит аллергия есть. Аллергию могут вызвать самые разные животные от тараканов до кроликов. Проявляться она будет аллергическим ринитом, то есть заложенностью носа или насморком. А если аллерген проникнет на слизистую бронхов, может развиться бронхоспазм и возникнет бронхиальная астма. Чтобы выявить, есть ли у вас аллергическая реакция на животное, можно провести скарификационное тестирование или иммуноферментный анализ, когда аллергены определяются по крови. Когда мы нашли аллергию на животного, например, в этом случае мы, конечно, советуем контакт с животным прекратить. И если у пациента еще есть, это идет на фоне какого-то насморка, аллергического ринита, если у него просто слезятся глаза, то если контакт не убрать, в дальнейшем это может перевести в бронхиальную астму. Ольга Михайловна, мы развеяли миф, что именно шерсть. Только шерсть, и если животное без этой шерсти, то все хорошо. Да, да, да. Не аллергенных животных, какой бы он ни был, гладкошерстный, либо вообще с отсутствием шерсти, как и говорилось в сюжете, аллергия не только на шерсть. Само присутствие, сами продукты жизнедеятельности, скажем так, животным, вот они являются крайне аллергенными. Ольга Михайловна, сколько таких аллергенов? Если мы сейчас начнем перечислять, да? То есть мы просто вкратце сказали, что пыль, вот животные. Группы, можно сказать, обозначить большие группы. Пищевые аллергены, да, бытовые аллергены, вот пыль, аллергены эпидермальные, это домашние животные, все, что с ними связано, аллергены пылиц, растений, грибковые, либо плесневые аллергены. Ну, это большие группы, а в этих группах еще такие разветвления. Да, и параллельно надо учитывать, что могут быть перекрестные проявления, тоже мы об этом уже говорили, поднимали этот вопрос, при наличии аллергии на пыльцу, аллергии на определенные продукты питания, то есть эти моменты надо тоже четко учитывать. Аллергия и на антибактериальные средства, и на витамины группы В, при наличии аллергии к плесневым грибам, то есть эти моменты надо обязательно учитывать. Ольга Михайловна, бронхит и астма бронхиальная, чем они отличаются? Это два разных заболевания, я уже четко знаю, что бронхит никогда не перерастет в астму, это совершенно разное заболевание, но все-таки. Ну, значит, такая сейчас, да, такая позиция по бронхиту, бронхит может быть острый, без обструкции, покашлял, хрипы в легких, ребенок пролечился, обструкции не будет. Ну, скажем так, простой бронхит, острый простой бронхит. И бронхит с бронхоабструктивным синдромом. Это уже звоночек, это уже предвестник. Да, и как говорилось вот в начале программы, наличие трех и более приступов бронхоабструкции, поход к аллергологу и дифдиагностика с бронхиальной астмой. Угу. Ольга Михайловна, правда ли, что вот эти приступы удушья в основном наступают в ночное время, когда ребенок спит, мы все-таки одет, как говорим, да? Вот что здесь без паники, сразу, да, всем говорю, без паники? Да, есть критические периоды, да, приступ удушья или ухудшение самочувствия может начинаться еще и в дневное время. Но критические периоды, да, это ночное время, они существуют с 24 часов до 2 часов ночи и с 3 часов ночи до 5 часов утра. Ну вот это критические такие периоды ночные, когда клинические проявления усугубляются. Усугубляются. И что делать, вызывая врача? Ну, вы четко должны себе представлять, что если впервые это развилось, да, в семье впервые, конечно, никаких препаратов нет, ингалятора нет. Самое главное первое, это без паники, обеспечить доступ свежего воздуха для данного ребенка, расстегнуть воротнички и пуговички, поднести его к окошку, вызвать скорую помощь, да, это все должно быть синхронно выполнено. И спокойно, правда? Спокойно, конечно, паника в любом случае здесь неуместна. И возьмем другую категорию, дети, у которых это не первый раз, дети уже с установленным диагнозом, используются ингаляции с препаратами бронхолитики короткого действия. Мамы все обучены, мама это тоже знает. Да, ингаляции выполняются трижды с интервалом 20 минут. Если мама видит, что состояние ребенка не улучшается, конечно, требуется неотложная медицинская помощь. Но для начала надо провести ингаляционную терапию, постараться купировать симптомы. Нет, значит, конечно, это все в условиях стационара. Ну, тоже вот очень четкие рекомендации, Ольга Михайловна. Спасибо вам огромное. Для тех, кто впервые, мамы, столкнулись с этим заболеванием, с этим приступом, скажем так, с ухудшением состояния ребенка. И те, которые уже знают, что такое есть, и тоже как поступать. Ольга Михайловна, очень я люблю, когда вы говорите про кашель. Я хочу, чтобы эта рекомендация сейчас прозвучала для тех, кто впервые ее услышит. Потому что очень многие мамы делают грандиозные ошибки, когда самостоятельно его лечат, этот симптом заболевания его лечат. Даже слышишь такую расхожую фразу, что мы устали от этого кашля, и нам надо препарат убрать этот кашель. Но это совершенно неверный подход, кашель к кашлю рознь, поэтому необходима не консультация у фармацевта что-либо от кашля, а необходима консультация у врача-педиатра. Если врач-педиатр ставит диагноз трохиит, фарингит, кашель сухой, в легких абсолютно чисто, конечно, здесь уместны препараты, подавляющие кашель. Но если есть признаки бронхита, врач аускультативно слышит хрипы, как бы мама не устала от этого кашля, подавлять его нельзя. Нужны препараты муколитики, нужны препараты, которые будут способствовать эвакуации мокроты и очищению бронхов. А подавив кашель, болото, которое существует в легких, это же субстрат для дальнейшего размножения микроорганизмов и развития уже воспаления легких. Поэтому четкой рекомендацией мама должна следовать врача. Они интуиции, или мы устали, мы кашляем третью неделю, мы уже устали, мы это попробовали, это мы попробовали, а тут заглушили. Здесь немножко другой подход, это медикаменты, здесь должно быть четкое понимание того, что происходит с данным ребенком. Ольга Михайловна, вот мы плавно подошли к лечению этого заболевания. Вообще, что включает в себя лечение? Это, скажем так, 14 дней, это 3 недельки, это полгода. Вот что включает в себя лечение такого серьезного заболевания? Это хроническое заболевание, хроническое аллергическое воспаление. И самое главное в настоящее время при бронхиальной астме контроль за течением заболевания. Все препараты быстрого действия, ингаляционные препараты, используются для купирования приступа. Но это симптоматическая терапия. А для контроля используются ингаляционные кортикостероиды, таблетированные формы, это блокаторы антилиэкотриеновых препаратов, либо комбинированные препараты, где используются бронхолитики длительного действия, но всегда параллельно с гормональными препаратами. И даже когда ребенок вроде бы здоров, даже когда ребенок чувствует, что их двигательная активность сохранена, он может заниматься спортом, но в любом случае вот это минимальное воспаление может присутствовать. Поэтому лечение долгосрочное. И оно направлено на то, чтобы снять воспаление, поддержать стенку и все другие структуры бронхов в идеальном состоянии, чтобы не было ремоделирования, то есть перехода уже в необратимые процессы у взрослых. Поэтому лечение рассчитано на долгое время. И как и в лечении любого хронического заболевания, успех во многом зависит, конечно, от семьи, от подхода, от отношения. Мы даже многим родителям рекомендуем разработать систему стимулирования. Вот он подышал, он обучен, он все сделал. Вот у него сегодня там, например, один балл, значит, завтра еще один балл. Он молодец, его надо поощрить. Значит, поход в кино, ну, к примеру, да, какая-то развивающая игра, это же дети, да. Игра имеет место быть. Но и мама, и ребенок должны понимать, что если все успешно, хорошо, то это залог долголетия на будущее. Ольга Михайловна, очень четкий такой вот, я бы даже сказала, идеальный вариант, как держать под контролем астму. То есть не снял приступ, да, пропил таблеточки, подышал, снял, все хорошо, и мы про это забыли, мы здоровы. А очень важно, вы сказали, что даже вот когда ребенок здоров, да, вот здоров, это все нужно держать под контролем. Это действительно терпение. Это терпение. Это связь с доктором постоянная. Это постоянно слушать своего малыша, если ты хочешь, чтобы... Ребенок был здоров. И для этого разработаны различные методики контроля. Есть у нас, даже в нашей промышленности выпускаются пикфлометры. Я как-то переходила с большим арсеналом различных приборов для контроля над астмой. Мама четко знает, сколько он должен выдыхать. И когда ему даже еще, вроде и клинических проявлений нет, но уже где-то какой-то бронхоспазм идет, ребенок не выдохнет до конца. Тот объем, который ему положен, это уже звоночек. Тут надо принимать какие-то меры. Мама четко знает, какие. Но контроль должен быть. Это заболевание, которое в настоящее время подлежит контролю. Спасибо огромное. Сейчас в программе еще несколько полезных рекомендаций. Смотрим. Питательная ценность гречки была известна с очень древних времен. Сегодня мы говорим о любимой многими и незаменимой в питании гречневой крупе. Гречка обладает уникальными по своему составу свойствами. Она содержит так много необходимых для организма веществ, что даже питаясь некоторое время одной только гречкой, наш организм ни в коей мере не пострадает. В гречке содержатся витамины группы В, П, Е, С, а также калий, кальций, фосфор, медь, цинк, йод, бор, кобальт и очень много железа. Богата гречка аминокислотами, клетчаткой, есть в ее составе и омега-3 жирные кислоты. Помимо этого гречка содержит белки, жиры и углеводы. Белки в составе гречневой крупы прекрасно сочетаются с белками мясной пищи, но в отличие от последних усваивается полностью и гораздо быстрее, не создавая никакой тяжести в желудке. Роль железа в организме человека огромна. Недостаток железа приводит к анемии. В этом случае гречка незаменима. Витамин ПП укрепляет стенки кровеносных сосудов, предупреждая образование тромбов, нормализуя холестериновый обмен, защищая нервную и сердечно-сосудистую систему человека. Ешьте полезные продукты и будьте здоровы! Ольга Михайловна, я еще раз очень хочу красной ниточкой или сакцентировать вот этот момент, что если мамы держат под контролем, держат очень точно, очень тонко, занимаются, то в принципе ребенок может заниматься спортом. Ребенок живет полноценной жизнью, может заниматься любым видом спорта, даже если у него идет астма физической нагрузкой. Есть определенный подход к такой астме, использование бронхолитиков до начала занятий. Обязательно поставить в известность тренера, что у ребенка есть такая проблема. И перед началом занятий обязательно разминка, которая подготовит и дыхательную систему, в том числе к физическим нагрузкам. Поэтому здесь противопоказаний для занятий спортом при данной патологии нет. Ольга Михайловна, вопрос совершенно такой, вам покажется странным, но я знаю, что очень многие пользуются этой методикой. Не то, о чем вы говорили. Дышат над паром картошки, таким образом лечат бронхи, горлышко, кашель. Ваши слова после того, что вы услышали. Ну, вы, наверное, тоже сталкивались в отделении мамы. Говорят, а мы картошечкой полечились. Ну, вы знаете, что паровые ингаляции при приступе удушья, я думаю, как и при любом другом состоянии, они неуместны. Мы видим очень много детей с ожогами, потому что надо быстро бегом, пока все горячее. Да, да, да. И идет отек бронха в продукции слизи в избыточном количестве. Бронх обтурирован слизью, а паровая, как и любая другая, ну, тепло любое другое, оно же все это будет еще больше усиливать. Поэтому эффекта от этого бронха дилетационного мы никакого не получим. Мы только усугубим состояние ребенка. Не стоит это. Не стоит экспериментировать, да? Вообще вот эти вот народные, ну, единственное, что малинка, да, вот такой вот чай. Если нет пищевой аллергии, аллергических, да, проявлений, очень все индивидуально в плане чайок, мед, лимон. Даже вот вы сейчас в программе не можете это рекомендовать, Ольга Михайловна, потому что объекты имеют аллергия. Нет, с аллергическими проявлениями, конечно, я такого не могу рекомендовать. Обычное теплое питье, щелочное, пожалуйста, да, ингаляции, ну, в рамках разрешенных, пожалуйста. Ну, это не то заболевание, где, возможно, самодеятельность. Да, да, да. Потому что, как в самом начале вы сказали, и аллергия, и бронхи, и легкие, и хроническое заболевание. Здесь очень аккуратно все, потому что аллерген, да, может быть. Ольга Михайловна, ну и, конечно, несколько слов. Хотелось бы на окончании программы по профилактике этого заболевания. Вот по профилактике. Как не допустить, как предугадать, как рассчитать, чтобы не случилось. Давайте, наверное, в общем и целом всех аллергических заболеваний, в том числе бронхиальная астма. Если в семье есть предрасположенность, профилактика начинается еще антинатально. То есть еще до того момента, да, как родился ребенок. Уже родился, может быть, поздно. Исключается контакт мамы с аэрозолями, лакокрасочными веществами. Маме нужно быть очень внимательной. Маме, да, лекарственными средствами. То есть мама должна себя блюсти в первую очередь. Спасибо вам огромное, Ольга Михайловна. Еще один важный момент. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Продолжение следует... А вот основа питания для астматиков – это ненаваристые супы, любые каши, заправленные сливочным или растительным маслом, овощные и фруктовые салаты, не содержащие запрещенные продукты, курица, кролик, ржаной хлеб из отрубей, печенье овсяное – продукция кисломолочного ряда. Блюда могут запекаться, вариться, тушиться, готовиться на пару. Будьте здоровы! Ольга Михайловна, огромное спасибо, что вы приняли участие в программе «То, что доктор прописал». И рекомендации выдавали просто с третьей минуты нашего общения. Я уверена, что мамы, которые заботятся, а это все мамы, все бабушки, которые любят своих детей. Которые любят и папы, да, мы что-то сегодня о папах не говорили, родители. Родители, в общем и целом родители. Вот записали просто вот в блокнотик отдельно, если вдруг вот с ребеночком вот какая-то беда. Спасибо вам огромное. Огромное спасибо за встречу. И есть такая расхожая фраза, что человек не осознает, что он дышит, пока не вспомнит об этом специально. Поэтому я хочу пожелать всем свободного и свежего дыхания. Будьте здоровы вы и ваши дети. Берегите себя, берегите своих любимых. До встречи в программе «То, что доктор прописал». Не болейте.